Уровень террористической угрозы в Великобритании повысили до максимального, критического, впервые за 10 лет. Это значит, что в стране в любой момент может произойти новый теракт. Тем временем количество раненых во время взрыва в Манчестере достигло 64. Погибли, напомню, 22 человека. Наш британский корреспондент Оксана Кундеренко расскажет все подробности. Манчестер помнит, Манчестер скорбит. Тысячи людей несут цветы и свечи в памяти о погибших во время теракта. Именно всех жертв уже известны, но потребуется несколько дней, чтобы огласить полный список. В отдельце этого кафе родители 8-летней Сафи, самой младшей из погибших. Сафи была прекрасной маленькой девочкой во всех смыслах. Ее тепло всегда будет в наших сердцах. Жизни отнял вот этот парень, 22-летний Салман Абеди. Рожденный в Манчестере, фанат Юнайтед, бывший студент, работник пекарни, он был известен полицией. Недавно юноша навещал родных в Ливии и, возможно, побывал в Сирии. Атака в этот понедельник была серьезнее и сложнее, чем предыдущие. Мы полагаем, что подрывник действовал не один. Именно сообщников Абеди сейчас и ищут. В Манчестере и окрестностях проводят масштабные рейды. Арестовали уже четырех подозреваемых, один из которых старший брат Салмана. Место трагедии, Манчестер-арена, вот то здание с зелеными окнами до сих пор остается в оцеплении, даже больше. Оцеплен весь квартал вокруг. Внутри до сих пор остаются улики. Там работают следователи, а снаружи дежурят полицейские. Тот, кто смастерил бомбу, до сих пор на свободе, в розыске. Уровень террористической угрозы в стране подняли до максимального уровня. В помощь полицейским направили армию. Это будут ключевые места столицы и больших городов. Букингемский дворец, Даунинг-стрит, здания парламента и посольств. 64 раненых, многие из них серьезно, до сих пор остаются в больницах. Страна в трауре. Отменена предвыборная кампания, концерты, публичные мероприятия. И даже смена почетного караула у Королевского дворца, где полиция сегодня задержала еще одного потенциального террориста с ножом. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Субтитры создавал DimaTorzok